Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Сложности в сельском хозяйстве, перспективы в туризме. Президент Рауль Хаджинбург встретился с активами Губриевского района. Наказывать вплоть до смертной казни заседание парламентской комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Новая система чемпионата, реформа национального футбола, решение открытого совещания тренеров футбольных команд республики. Сложности в сельском хозяйстве, перспективы в туризме. Президент Рауль Хаджинбург встретился с активом Гулрыбшского района. На встрече, длившиеся более двух часов, обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, социально-экономическая и политическая обстановка в стране. Тему продолжит Анастасия Никонова. 2017 год Гулрыбш завершил с неплохими показателями, отметил, открывая встречу актива с президентом глава района Аслан Барателия. По его словам, выполнение бюджета составило более 100%. Почему это для нас важно? Три года подряд идет поступательное движение в бюджет. 2015 год, 2016 год мы завершили с результатом 10,5%. 2016 год, 10,7% и 2017 год прошедший, это результат 10,9%. Я считаю, что это правильно спланированный бюджет, благодаря начальнику финансового и экономического отдела, благодаря налоговой инспекции. Мы в этом году заложили бюджет на 5 миллионов больше. Все эти вопросы мы сопоставили с Исланом Константиновичем. Мы уже второй год подряд этого не было никогда в районе, выдаем 13-ю зарплату. Обеспокоенность внутриполитической ситуации в стране выразил председатель Гуларыбшского отделения Совета старейшин Уан Каджопуа. По его убеждению, абхазскому обществу необходима консолидация, которая обеспечит спокойствие в республике. Я считаю, что вы мои убеждения, которые обеспечит спокойствие в республике. Я считаю, что вы будете делать больше и не сжигать. Пока мы не покажем, когда мы его снижаем. Просто мы снижаем. Мы пищем ее снижаем. Мы не снижаем. И вы не снижаете еще. Но когда мы здесь, я задевает комнату, и вы не attentive. В этом месте мы переверли. Все у нас на улице. но и не слишком сильно, и не значительно. Прошедший 2017 для всего агропромышленного сектора страны был сложным, отметил министр сельского хозяйства Даур Тарба. Причиной этому чиновник назвал климатические условия, а также нашествие мраморного клопа. За ушедший год бюджетом министерства сельского хозяйства было предусмотрено 8 миллионов рублей на борьбу с мраморным клопом. Но хочу отметить, что, конечно, это мизерная сумма. Мы не ожидали, что масштабы будут такими огромными. Конечно, по возможности мы предоставили и району Гулырыбскому лекарственные препараты, пестициды для борьбы с мраморным клопом. Перед активом Гулырыбского района выступил и премьер-министр Беслан Барцыц. В своей речи глава правительства отметил, у Гулырыбша есть хорошие перспективы в туристической сфере. Очевидно, наглядно, что прилегающих к побережью поселках активно развивается туризм. За последние годы динамика растет. Просто наглядно видно по тем стройкам частных гостевых домов. И российский турист все активнее и активнее начал продвигаться вглубь территории республики, в восточные районы. Начиная с Гулырыбского района это не может не радовать. Это тоже дает определенные результаты для бюджетного наполнения вашего района. Аслан Ильич очень подробно остановился на всех показателях, на проценте, на суммах, которые удалось достичь в течение этого года. Со своей стороны подтверждаю, что это абсолютная правда, поскольку на сегодняшний день уже подведены предварительные итоги бюджета, исполнения бюджета района. Они выполнены более чем на 100%, порядка 108% составило исполнение бюджета Гулырского района. Пару цифр себе позволю. При плане 62 миллионов 500 тысяч рублей по местному бюджету выполнение составило более 67 миллионов. Завершила встречу выступление президента Рауля Хаджимба, который дал оценку социально-экономической и политической ситуации в стране. Немало критики, немало всякого рода разговоров, но и немало сделано за этот период времени. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше финансовых возможностей. Но мы имеем то, что с вами сами создали. Мы часто повторяем в ходе этих поездок, мы смогли сделать так, что наш бюджет практически вдвое стал больше, чем это было вчера. Кто-то его, этот бюджет, критикует вместе с нами. Говоря о том, что это связано с инфляционными процессами, с разницей курсовой между рублем и долларом. А если бы вот этого увеличения не было бы, то что бы мы вообще говорили бы? Как бы мы вообще себя вели бы? Но мы смогли создать условия для того, чтобы этот бюджет со всеми сложностями, со всеми трудностями, и не только в самой Абхазии. Вокруг нас действительно бушует очень серьезная экономическая стихия, которая тяжело сказывается на более сильных государствах, чем мы. Вы посмотрите, какие процессы сложные в самой России. Но при этом Россия создает, пусть и не самые, может быть, сегодня пока большие, но Россия сделала все для того, чтобы мы занимались бы своей экономикой, своими финансами совершенно по-другому, чем это было вчера. Мы сегодня практически создаем условия для того, чтобы выросли наши собственные возможности. Это трудно, это непросто. И за один год, за два года, за три года это сделать очень будет сложно. Я надеюсь на то, что у Абхазии есть будущее и верю в это будущее. Наверное, придут люди, которые лучше нас знают и лучше нас смогут создать условия для того, чтобы Абхазия состоялась. Но пока мы находимся во власти, будем неизменно идти по этому пути, по пути увеличения наших собственных возможностей, правильно используя те российские финансовые вливания, которые приходят к нам. Президент также прокомментировал выступления представителей оппозиционных сил, объединившихся в Союз общественных и политических организаций. Накануне состоялась их первая пресс-конференция, на которой председатель Союза, депутат парламента Аслан Бжаня заявил, цитата, Целью создания Союза общественных и политических организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно сложит свои полномочия. Я хотел бы знать, какие они условия собираются создавать. У нас Конституция об этих условиях не сказана. У нас в Конституции, ст. 64, четко сказано, за что отрешают президента от власти, от должности. А о каких условиях идет речь? То есть условия – это дестабилизация ситуации, создание определенных сложных процессов для нашего общества, которые не с руки, да и с самой оппозиции. Теперь, когда говорят о том, что они собираются таким образом себя вести, это значит, изначально предполагается дестабилизация ситуации. Это деструктивная оппозиция. И никоим образом это ни к чему хорошему не приведет. Это призыв к хаосу. В завершении встречи Рауль Хаджимба ответил на вопросы жителей Гуларабского района. Анастасия Никонова, Рама Камке, Абаза ТВ. Вести парламентские комитет кандидатуры одобрил. Возможные кандидатуры на пост Пятого судьи Конституционного суда и Уполномоченного по правам человека рассмотрели на заседании Комитета по государственно-правовой политике Парламента Республики. Обе представленные кандидатуры члены Комитета поддержали единогласно, в связи с чем предложат их парламентариям на очередной сессии, которая пройдет в среду 31 января. Сегодня, 24 января, состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, на котором рассматривались разные вопросы, связанные с законодательной инициативой депутатов. Но главный вопрос – это были кадровые вопросы, связанные с избранием на должность судьи Конституционного суда и Уполномоченного по правам человека. Что связано с кандидатурой на должность судьи Конституционного суда, то президент в качестве субъекта права и законодательной инициативы внес данную кандидатуру к руководству из Конституции, законам, конституционным законам судебной власти и постановлением Народного собрания 5 января, в соответствии с которым мы представили данную кандидатуру, используя свое право, в соответствии с законом судебной власти были представлены две кандидатуры – это Бигвава Алиса Зурабовна и Агумава Зураб Михайлович. Используя свои полномочия, президент представил Бигваву Алису Зурабовну, которую мы рассмотрели, комитет поддержал единогласно и на ближайшие заседания сессии. В СССР планируется рассмотреть вопрос для избрания данной кандидатуры на должное судебное 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 судеб В течение 10 дней с момента формирования полного состава суда сами судьи своим решением избирают председателя на трехлетний период. Второй вопрос кадровый – это рассмотрение кандидатуры по инициативе группы депутатов в соответствии с законом об уполномоченных. Такое право предоставлено группой депутатов. Мы рассмотрели кандидатуру на должность уполномоченного Шакрыл Сита Георгиевна. Также депутаты проголосовали единогласно и также ее вынесут на ближайшее заседание сессии парламента. И вновь о работе парламентариев. Наказывать вплоть до смертной казни. В парламенте республики прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Рассматривались предложения законодательно изменить санкции статьи, увеличив наказание за такие виды преступлений, как оборот наркотиков, их сбыт и реализацию. В заседании помимо депутатов приняли участие министр внутренних дел Гарри Аршба, представители силовых структур. Репортаж Иланы Казанба. Предлагается на обсуждение пока рабочей группой добавить 1. Незаконный ввоз и вывоз Республики Абхазия или перевозка и транзит наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере от 5 тысяч до 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда. 3. Наказывается лишением свободы на срок от 15 до 25 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового со штрафом в размере от 10 тысяч до 25 тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо пожизненным лишением свободы. Также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в частности в статью 119. Это идет добавление. Управление транспортным средством водителям, находящимся под воздействием наркотических средств или психотропных веществ, предлагается увеличить штраф в размере от 60 тысяч рублей до 120 тысяч рублей и влечет наложение административного ареста сроком на 30 суток, если повторное на 60 суток. Также парламентарии предлагают дополнить статью 263 Уголовного кодекса. Управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, лицом, находящимся под воздействием наркотических средств или психотропных веществ, ранее в течение года подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии наркотического или психотропного опьянения, или за невыполнение законного требования уполномоченных должностных лиц о прохождении медицинского освидетельствования на состояние наркотического или психотропного опьянения, наказывается штрафом в размере от 1 тысячи до 2 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Предложения уже разосланы всем профильным ведомством. Как отмечается, необходимость в подобных изменениях назрела в связи с ростом ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии наркотического опьянения и увеличением продажи наркотических веществ. Кроме того, депутаты рассматривают предложение ввести уголовную ответственность за продажу психотропных веществ. Медицинские новости. Минздрав Абхазии погашает долги за лечение. Общий долг Министерства здравоохранения Республики перед медучреждениями Российской Федерации за лечение граждан Абхазии в медучреждениях России составляет порядка 36 миллионов рублей. Это переходящая задолженность за 2016-2017 годы. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии, на данный момент погашены 7 миллионов рублей. Выплаты идут еженедельно. До конца текущего месяца в феврале планируется погасить всю задолженность. Напомним, в Министерстве здравоохранения Абхазии действует государственная целевая программа по лечению граждан Абхазии за рубежом, а именно в медучреждениях Российской Федерации за счет средств государственного бюджета. Ну а министр здравоохранения Томас Сахнаки совершил инспекционную поездку по медучреждениям Восточной Абхазии. В Ткварчале министр провел встречу с коллективом ЦРБ, в ходе которой были подведены итоги работы за прошедший год. Обсуждались вопросы оптимизации штатного расписания учреждения, вопросы реализации нового трудового законодательства, медицинская проблематика. Кроме того, министр посетил восстанавливаемые корпуса Ткварчалской больницы. В Галской и Ачемчирской ЦРБ главными вопросами совещаний в ходе визита министра стали отчеты о проделанной за 2017 год работе, подготовка к предстоящей итоговой коллегии Минздрава, инспекции состояния помещений, где вскоре будут проходить выдача российских полисов ОМС, а также медикаментов льготным категориям граждан в рамках другого российско-абхазского соглашения в сфере медицины. Всегда готов. Практические занятия по огневой подготовке прошли в вооруженных силах Абхазии. Как сообщает пресс-служба Минобороны, на специально оборудованных учебных местах военнослужащие повторили меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Занимались выверкой и единообразием прицеливания, выполняли норматив по разборке, сборке автомата, метали ручные гранаты, тренировались в правильной изготовке к бою. На полигоне Министерства обороны военнослужащие оборонного ведомства, офицеры генерального штаба продемонстрировали отличную выучку и мастерство. Русское общество Абхазии запустило свой сайт, сказал в интервью «Спутник Абхазии» руководитель организации Роман Рязанцев. «Мы надеемся, что с помощью сайта наше русскоязычное население сможет быть в курсе нашей деятельности. На сайте опубликованы уставные регистрационные документы. Есть раздел, где представлена наша публичная отчетность, бухгалтерский и ревизионный отчет добавил он». Рязанцев выразил надежду на то, что открытие сайта будет способствовать решению вопросов, которые есть у русских в Абхазии. Читая и слушая Высоцкого, 25 января в представительстве Россотрудничества в Республике Абхазии состоится очередная литературная гостиная, литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Ведущий мероприятие – руководитель общественной организации «Русский культурный центр», кавалер медали Пушкина Наталья Васильевна Каюн. Сразу по завершении вечера состоится просмотр документального фильма о жизни и творчестве Высоцкого. Спорт под абхазским флагом. В Москве пройдет 14-й международный турнир по шахматам «Москва-Опен-2018», в котором принимают участие юные спортсмены сборной команды Абхазии. Об этом сообщает обсный пресс со ссылкой на президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба. «Москва-Опен» – это один из крупнейших и престижнейших международных турниров по шахматам. Отбор детей для участия в турнире проводился в течение года в рамках квалификационных республиканских турниров. Все дети – воспитанники абхазских региональных шахматных секций. В состав абхазской команды входит 30 детей от 7 до 15 лет. По словам президента Федерации шахмат Абхазии, для республики этот турнир знаменателен тем, что в нем спортсмены могут выступать под абхазским флагом. Новая система чемпионата – реформа национального футбола. Даты проведения Суперкубка, чемпионата Абхазии по футболу, а также предстоящую поездку сборной на чемпионат мира Канифа-2018 в Лондоне обсудили в ходе открытого совещания тренеров 7 футбольных команд республики во главе с президентом Федерации футбола Джумы Кварацхелия. Подробности в репортаже Виолы Барганджи. В этом году 25-й чемпионат республики будет проходить по совершенно новой для него системе – осень-весна. Такое новшество позволит завершить игры до начала летнего сезона, примерно 18 мая. Окончательно это решение было принято на открытом собрании Федерации футбола. Мы коллегиально приняли решение о переходе с весны на осень. Теперь у нас будет чемпионат осень-весна. Но чтобы это сделать, мы сейчас вынуждены провести короткий чемпионат 25-й республики Абхазия, в котором будут участвовать 7 команд. Соревнования будут проходить в два круга по 7 туров в каждом. При этом первую игру можно будет увидеть уже 28 февраля. Далее по итогам предстоящих игр в зависимости от количества набранных очков будут выявлены команды, занявшие призовые места. Между тем, как рассказывает директор футбольной лиги, принять участие в чемпионате Абхазии смогут, к сожалению, не все команды республики. По итогам собрания и по определению руководства клубов команд республики в данном ласкатом чемпионате будет принимать участие 7 команд. Это Гагра, футбольный клуб Гагры. Это Рица Будалута. Это Афон Новый Афон. Это будет Динамо Сухум. Нарт Сухум. Ирца Хлачамчира. И Самуза Кангал. Три команды, к сожалению, не могут принять участие. У них свои финансовые вопросы или нехватка футболистов. Поэтому отказался Шахтер Ткварчал, отказался Гудлипш Спартак и отказался Аббас Сухум. Неизвестными на данный момент остаются даты проведения предстоящих матчевых игр. Как рассказывает президент Федерации футбола, сразу после чемпионата Абхазии для сборной страны предстоит подготовка к главному событию – выступлению на Кони Фа в Лондоне. Сама поездка планируется 30 мая. При этом состав футболистов, представляющих республику, будет сформирован позже. Мы хотим провести два сбора полноценных по 10 дней. Около 45 футболистов мы должны посмотреть и 25 футболистов, которые должны поехать в Англию и выполнять задачу. Футбольный сезон в республике уже скоро можно будет официально назвать открытым. Состоится старт игр 22 февраля матчем за суперкубок между командами Сухум и Афон. Виола Барганджа, Торник Амичпо, Абазатовы. Сейчас о погоде в Сухуме. В четверг, 25 января, в столице ливневый дождь, возможен дождь со снегом. Температура воздуха днем 8, ночью 4 градуса выше вля. А на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова